Водопады Крузисково, село Казацкое, Переславский район, Херсонской области. Вдали у нас Каховское водохранилище и Новая Каховка. Сейчас, ребята, еще посмотрим немного водопадов. А выше сам комплекс, усадьба Трубецкого. Это самый большой архитектурный комплекс Херсонской области. Его построили в конце 19 века. Вода чистая, пить можно. И, кстати, не холодная. Вот еще, ребята, водопады. Пошлите, посмотрим сам комплекс. Он сейчас в аварийном состоянии. В соседнем селе, веселое называется, там сохранилось винодельник князя Трубецкого. Там проводятся экскурсии. Некоторые здания отреставрировали, другие заброшенные. Арка, конечно, шикарная. Там также сохранилась башня Авитофта. Она есть на моем канале, можете посмотреть. По некоторым данным, башню построили еще во времена Османской империи. Но другие историки утверждают, что уже при Российской империи построили башню. При князе Трубецком. Шикарный комплекс, ребята. Я сколько раз был проездом, но сюда еще не заезжал. Каховский море. Так. Вот, собственно, и сам комплекс. Известняк, ракушка и кирпич. Нижняя часть это все соловиная роща, если не ошибаюсь. Так, ребятушки. Сейчас поднимемся комплекс, посмотрим. Будет пролет с дрона. Фотографии будут на фейсбуке, ребятушки. Как башня. Напомню, что это самый большой архитектурный комплекс в Херсонской области. Сейчас ворочку посмотрим. Смотрите, ребят. Очень хорошо сохранилась арка. Сейчас ширик включу. Вот еще одна арка. Арка-мост. Сейчас посмотрим сам комплекс. В самом селе в Казатском с десяток таких зданий сохраняется. Некоторые под шубой, а некоторые так заброшенные, аварийные. Арки, колонны. Так величественно все это смотрится. Вот, например, вот тот дом 1897 года. Вот боковая часть, ребята, комплекса с видом на Каховское море. Река Днепр. Посмотрите, как выделялись окна. Фасочки, заколечек, карнизы. Боже мой, как шикарно все строилось. А вот там мостик сверху, ребят. Там вдали, за забором, еще есть пару зданий старинных. Кто-то себе уже приватизировал там вдали. Вон оно. Ой, видно. С равно будет пролет. Денег на реставрацию у нас нет. Их давно уже украли. Задняя часть комплекса. А это балкон, глядя, он уделялся. Вот еще одна смотровая, смотровая площадка. А вот, кстати, вдали видно, новую каховку и храм новострой. Сейчас подвалечка покажу вам, ребят. Хотя давайте еще пройдемся. Задняя часть посмотрим. Одни руины остались. Еще одна смотровая площадка. Гулять и гулять, ребятушки. А вот мы и внутри. Сколько же тут комнат было? Десятка три-четыре. Наверное, больше. А старых фотографий в интернете сходилось очень мало. Встречал пару фото, где еще здание было с крышей. Бомбезно, конечно, смотрится. А это, ребятушки, уже лицевая часть комплекса. Тут фонтан был. Смотрите, какие колонны. Массивные такие. Фонтанчик, сельдонский. Мы еще вернемся в это здание. Сейчас шире включу. Планировали поехать в село Качкаровка. Сейчас туда направляемся, кстати. Хотим снять храм в селе. И в Береслав хотим заехать. Там тоже деревянный храм хотим снять. Лепнина еще сохранилась. Все, покрали паразиты. Все, забрали. Кофелечек. Наверное, уже советский. Это не кафель Бергенгейма. Так, там подувальщик, ребят. Там я уже был. Пошлите, посмотрим. Опа. Оп. Оп. Опа. Опа. Отопление было. Петли еще рома родные. Да, в тот подвал мы, к сожалению, не попадем. Это надо спускаться, обходить. Так, что мы можем еще посмотреть, ребятушки. Вот эти два здания. Чем-то мне это напоминает село Атманай. Худр Филибера. Мощно, конечно, смотрится. Подсобка. А вот еще какое-то здание было. Подвальщик. О, тут уже какие-то туристы. У него состав. Видишь, он как-то с пятидесят. И посмотрели, где есть широкие стены. Ух ты. Припьет ли он? Нифига себе. Подвальщик. Тут что, винчик делали? Спросил, что бы делали. Тут какие-то блогеры с Мелитополя. Я тут не провалюсь? Ну, я хожу, не провалюсь. Сейчас возьмешь и провалюсь. Посветишь туда, в ту сторону? Да, да. Ого. Мощненько, да? Огонь. А что там в лугу? А тут труп. Завернут их тоже. А может, тряпка? Тряпка. Тряпка, бутылки тут же. Вот это подвальщик. Нормальная ночь была такая, да? Бомжи тут с наркоманами гасятся. Окошки. Аттракцион. Нормальный такой подвальщик. Так, вот, ребята, здание. Сейчас фронтон вам покажу. Да едем, едем. Едем. Вот, ребята, слови. Фронтон уже, правда, тут загадили. Шпаклевкой. 1897 год. Зайдите в центр здания и выйдите на балкон. Там подвал есть. Ты был? Нет, надо спускаться вниз. Там есть крыши-то имеешь? Внизу, да. Видел. Там подвал есть, ты был? Нет еще. Вот, ребята, колонны. Главный уезд, походу, был. Вот, видите, как здание отреставрировали. Ну, такое. Типа гранит. А вот, смотри. Ветеринарка. Запороли здание. Да, вон, еще одни колонны есть. А что тут было, мне неизвестно. Надо обязательно летом сюда приехать. Более детально поснимать. Так, вот еще одни колонны, ребят. Тут даже маленькая арочка есть. Класс. Там еще какое-то здание было. Ага, вот и подвал, ребят. Опа. Подвал смотрим, а я взлетаю. Полный срок, блядь. Центральный вход, второй этаж. Все, с авточками. Опа. Ни фонарика бы не брал, ничего. Мы вообще не планировали сюда заезжать. Направляемся в Казацкое. Ну, в принципе, все, ребят, посмотрели. Будем завершать съемку. В конце видео будет пролетик с дома. В конце видео будет пролетик с дружкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok